Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал. В эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном за 7 дней расскажем вам я, Виталий Матюшин, и мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда в начале выпуска, коротко о главных темах сегодняшней программы. Адаптация контента традиционных СМИ, подготовка журналистов, сохранение и увеличение контента. Впервые в Бресте и третий раз в Беларуси прошел форум медийного сообщества. Тема 2023 года «Кроссмедийная журналистика, технология и инструментарии». 414 заявок, 21 победитель среди лучших и представители Брещины. В областном центре прошла церемония награждения победителей и лауреатов 19-го национального конкурса «Золотая литера». В Бресте наметилась тенденция снижения убыточных предприятий. Успешность зависит от желания двигаться вперед. Секретами успеха и стабильности делится резидент свободной экономической зоны Брест, общество с ограниченной ответственностью «Вегас», специализирующееся на производстве ортопедических матрасов и товаров для сна. С 1 июля в Беларуси в силу вступают нововведения для тех, кто занимается ремесленной деятельностью и деятельностью в сфере агроэкотуризма. Что, как и почему налоговые инспекторы выходят в люди, чтобы объяснить и рассказать о всех нюансах деятельности. Праздник детства, веселье, приуроченный к Году мира и созидания. В Жабинке дан старт работе школьных лагерей и летнего оздоровления. Главное событие этой недели. Впервые в Бресте и третий раз в Беларуси прошел форум медийного сообщества «Кроссмедийная журналистика, технология и инструментарии». Если говорить более простым языком, переход традиционных средств массовой информации в глобальную сеть интернет. Что даст возможность повысить профессиональную компетенцию представителей СМИ, овладеть навыками работы в условиях конвергенции, таким образом сформировать единое медиа-сообщество Беларуси для обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства. О требованиях времени и о том, какой должна быть современная журналистика в первом материале программы «Итоги недели». Первый регион принял 250 представителей печатных, электронных и аудиовизуальных СМИ, представителей идеологических и пресс-служб. Все они участники большого медийного форума «Кроссмедийная журналистика. Технология и инструментарий». Тема актуальна и злободневная. Что такое «Кроссмедийная технология»? Это как контент, создаваемый нашими редакциями, особенно региональными, продвигать в новых цифровых средах. Поскольку для многих людей, кто сформировался как журналист и как медиа-менеджер, во время активного роста и превалирования на рынке вот этих конвенциональных СМИ, телевидений, радиогазет и журналов, для них вот эти новые тенденции, ну, они немного страшные, немного непонятные и загадочные. Но здесь нет ничего такого страшного и непонятного, если понимать, как работает этот механизм. В основе всегда журналистика, в основе всегда слово, в основе всегда профессиональная работа. Для участников форума организована экскурсия, в экспозиции которой отражены этапы развития бреска, печатной журналистики. Далее – пленарное заседание и сама работа форума. Какая будет журналистика завтра и какой она должна быть уже сегодня? Как адаптировать материалы, которые создаются для так называемых традиционных СМИ – телевидения, радио и печатной прессы в современном мультимедиапространстве, мессенджерах? Как вычленять и бороться с фейковыми новостями и дезинформацией? Формы подачи, привлечения и удержания внимания аудитории – традиционные вопросы, которые волнуют каждую редакцию. В этом пригодится и опыт союзного государства. Мы делаем все возможное для того, чтобы охват нашей аудитории был максимальным. На сегодняшний день у нас 180 миллионов телезрителей. Мне кажется, это очень большой показатель. Мы единственная такая уникальная евразийская площадка, медиаресурс, которая дает представление о жизни во всех странах Содружества. И мы этим активно пользуемся не только в телесмотрении, но и в работе в социальных сетях на всех платформах, которые только существуют. Безусловно, часть платформы закрытывается или уменьшает количество присутствия мира, делают для этого все возможное. Но мы не сдаемся. Мы ищем разные выходы на эти платформы. Ну и плюс, конечно, осваиваемся платформы, которые сегодня доступны. Я сейчас говорю о развивающейся платформе ВКонтакте, где вполне такой конкурентный появляется видеоресурс тому же Ютубу. И я думаю, что это та перспектива, на которую нужно сейчас уделить особое внимание. В центре внимания и задействования социальных сетей, как при помощи ТикТока или иных мессенджеров, транслировать медийность и участвовать в формировании общественного мнения, как использовать этот инструмент для того, чтобы быть ближе к своей аудитории, какой отклик есть у нее на такой формат подачи новостей. Основной посыл, какой будет журналистика завтра, какой она должна быть уже сегодня. Вот погоня между фактчекингом и временным фактором, она сейчас принципиальна. Особенно, когда и без того фейками засыпано все цифровое пространство, специально созданными фейками, сгенерированными как фейки и комментарии на них, для того, чтобы у людей вызывать определенные эмоции. Но и все остальные вопросы, которые мы затрагиваем, это как работать с недружественными сетями, как адаптировать, о чем я уже говорил, контент традиционных СМИ для цифровых сетей, как готовить журналистов, где брать на это деньги, как рекрутировать и оставлять свою аудиторию. На все эти вопросы отвечают наши спикеры. Есть и еще одна насущная тема для обсуждения. Все региональные медиахолдинги, и Минск Новости здесь не исключение, переживают бум в кросс-медийности. И не случайно именно эта тема стала мейнстримом для нашей третьей конференции, форума, семинара. Аудитория разная, и в зависимости от площадки, разные интересы, разные оформления, разные способы продвижения. Могу сказать, что для нас, допустим, в агентстве Минск Новости, открытием стала вайбергруппа открытая. Еще одно открытие для в целом уже белорусского медийного рынка и медиаполя, это, конечно, рост и взросление аудитории ТикТока. Два года назад, еще два года назад, мы считали, что ТикТок это модненькие тренды, котики и дети и подростки. На самом деле, сейчас, по нашим оценкам, это примерно аудитория 22+. То есть, это аудитория, которая голосует на выборах, от которой зависят результаты выборов. Это аудитория, которая интересуется политикой. Большое значение приобретает оперативный отклик на обратную связь аудитории, аналитические и статистические данные, опираясь на которые редакция может формировать свою информационную политику. Мы можем видеть четко предпочтение телезрителей, их интерес к общественно-политическим проектам. Три года это первая строчка неизменно, но и в интернете там вообще все объективно. Если раньше было на странице Facebook, агентство теленовостей, билд-туде-компании 20 тысяч подписчиков, то после 2020 года несколько сот тысяч. YouTube-канал агентства теленовостей уже имеет 966 тысяч подписчиков, чуть-чуть и будет миллион. Это серьезные результаты, и мы видим, что интерес у зрителей есть. С другой стороны, есть, конечно, некоторое перенасыщение за последние годы этой серьезной тяжелой информацией. Мы запустили несколько развлекательных проектов, и тут большой интерес. Очень важно следить, сегодня об этом много говорилось, за всеми тенденциями, за аналитикой, за статистикой, иметь обратную связь от зрителя, слушателя, читателя, чтобы быстро, не стесняясь закрывать проекты, которые уже неинтересны, и открывать что-то новое. Министерство обороны отслеживает все тенденции, которые сейчас происходят в журналистике, и применяет совершенно новые формы. В Министерстве обороны есть военное информационное агентство ВОЯР, которое представлено во всех социальных сетях и мессенджерах, также телекомпания ВНТВ. Сегодня, как бы ни изменялась журналистика, в любом случае на первом месте является контент. Контент, который был бы интересен зрителю, контент, который был бы интересен читателю. Если контент актуальный, если он оперативный, своевременный, если информация предоставляется быстро и качественно, тогда вы будете интересны и зрителю, и читателю. Брестская область рада приветствовать медиаперсон страны. Глава региона Юрий Шулейко акцентировал внимание на сложности работы журналиста, где от каждого слова, а порой даже от запятой, может зависеть многое. В Влечении сегодня присущи многие хорошие экономические базы, исторические, культурные, социальные. Мы сегодня живем и развиваемся в ногу со всей страной. И довольны этим, хотя очень много задач, очень много стремления для того, чтобы ваши добрые слова журналистов находили отражение в своих репортажах, которые сегодня звучат в Обрестскую область. Конечно, мы гордимся своей историей. И сегодня каждая буква, обозначенная наших золотых, самых дорогих и священных мест, несет особую ответственность для всех нас, для Брещан, для нашей страны, для того, чтобы данный регион был всегда значимый для нашей страны. Брестскому региону есть о чем сказать на республиканском форуме. В центре внимания создание холдингов и укропнение редакций, что дает свои результаты. Брещина готова поделиться своим опытом. Мы очень благодарны, что для обсуждения такой трендовой темы, как кросс-медийная журналистика, была выбрана площадкой именно первого региона. И у меня сегодня есть возможность рассказать о создании в области медиа-холдингов и подтвердить тезис о том, что это реальный способ оздоровить издания и сделать их более конкурентоспособными на медийном рынке. Несколько слов о том, что представляют собой СМИ Брещин. В области 14 газет, в их числе 2 холдинга, 1 объединенная, 11 городских и районов, 10 сетевых изданий, 6 телекомпаний, в том числе 3 не государственные, 3 МФМ-радио. В последние годы медиаполе оптимизируется. В современном медиапространстве наравне с республиканскими и международными в электронном информационном пространстве сосуществуют региональные районные СМИ. Они также ищут свои подходы к читателям. Каждый район, он по-своему уникален. У него есть свои какие-то культурные ценности, достижения, о которых нужно и о которых мы говорим. Сейчас немножко из-за вот этой вот медианаполняемости, из-за того, что слишком большой где-то объем информации, региональные новости начинают теряться в пространстве. И мы ведем работу именно для того, чтобы контент нашел своего потребителя. Здесь срабатывает все. И взаимодействие с районной властью, и взаимодействие с общественными организациями. И мы видим то, что читателям это интересно. Время меняется. Оптимизируются и формы подачи. Единым остается одно. Высокие стандарты подачи информации, ее доступность и адресность аудитории, над чем старательно трудятся журналисты всех редакций. И второй материал программы «Итоги недели» посвящен журналистам. Мы не так уж часто рассказываем об успехах корреспондентов и редакторов. Они все больше остаются за кадром. Но вот такие форумы, как «Золотое перо», «Телевершина», «Золотая литера» подчеркивают и рассказывают о людях, которые свою жизнь связали с одной из самых сложных профессий – журналистикой. Кто-то из великих сказал, что политики заботятся о будущем, историки о прошлом, журналисты о настоящем. Хочется поспорить. Сегодня именно журналисты своими статьями, программами, новостными сюжетами говорят и о прошлом, и о настоящем, и о будущем. Иначе нельзя. Время сейчас такое. В Бресте прошла церемония награждения победителей и лауреатов 19-го национального конкурса «Золотая литера». Заветную статуэтку получил 21 участник среди лучших и брещани. «Золотая литера» – своеобразный Оскар для печатных СМИ нашей страны. Стать обладателем этой награды престижно и ответственно. Традиционные редакторы, авторы, фотокорреспонденты активно откликаются на приглашение поучаствовать в конкурсе в этом году. На рассмотрение жюри было отправлено свыше 400 заявок, поэтому работа была сложной. Более 400 работ, более 330 из регионов и более 80 из республиканских, центральных и корпоративных СМИ было очень тяжело оценить. Шла работа долго, были споры громкие, баталии были. Но я думаю, что результатами тех номинаций, свидетелями которых вы встали, вы довольны. Я поздравляю всех, кто принял участие, потому что это тоже победа. Каждый раз, бывая в регионах, всегда задается вопрос, ну где же в очередной раз будет форум, ну где же будет проходить литера. И сегодня Бресту, конечно, низкий поклон в очередной раз за высокую планку, которую уже, наверное, будет очень тяжело кому-то побить. Освещение международной повестки, отражение будней нашей страны и важных решений, которые влияют на судьбы людей. Журналистика, как летопись истории государства. Среди награжденных представителей больших республиканских медиахолдингов. Белта и Минск новости. Наверное, одна из самых важных для нас наград сегодня – это награда за вечерний политический канал. Для нас это был определенный риск, поскольку этот кросс-медийный проект работает на радиоволнах, он вещает на всех наших социальных площадках, в том числе на ТикТоке. И вот для нас было самым большим удивлением, что в ТикТоке тяжелый политический контент, международная, республиканская и минская городская политическая повестка выстрелила и набрала там более 25 миллионов просмотров. Вот для нас это был удачный эксперимент. И я думаю, за как раз умение экспериментировать в этой кросс-медийной реальности наша большая команда в составе Вадима Алексеевича Елфимова, Алена Родовская, Кирилла Казакова и меня лично получила эту награду. Значительным количеством наград пополнилась и копилка издательского дома «Беларусь сегодня». Это шесть статуэток, в том числе специальный приз за вклад в журналистику и семь дипломов лауреатов среди наград и победа в номинации «Лучший аналитический материал» среди республиканских печатных СМИ. Всегда стараюсь донести читателю простые мысли, сложные мысли простыми словами. Показать связь фактов, какие-то выстроить логические цепочки, так, чтобы аудитория нашей газеты, которая большая аудитория, могла понять, в чем смысл вообще происходящего, какие выводы нужно сделать и почему для нашей страны важны те или иные события, независимо от того, происходят ли они рядом с нами или в десятках тысяч километров. Награды и у представителей нашего региона. Жители городов на местах, помимо так называемых «больших новостей», хотят знать, чем живет их регион, какие события происходят в их местности. Гран-при конкурса за лучший творческий проект года «Школьный дзенник Ляховического вестника». Абсолютно не ожидали, в приятном просто шоке, безумное волнение сейчас. Но могу сказать, что это заслуженная награда наших ребят, наших школьников из Ляховского района, которые вместе с нами делают наш проект «Школьный дзенник». Это совместный проект Ляховского вестника и отдела по образованию Ляховского района. Ребята, это только ваша награда. Я вас поздравляю в том числе. Приятная традиция быть в числе призеров и у Брестской областной газеты «Заря». В номинации «Лучший аналитический материал» награда у Игоря Гетмана. Это признание твоего профессионального сообщества. Мне, конечно, сегодня очень приятно. Я благодарю всем, кто принимал это решение. Да, это где-то и те, что ты, и твое самолюбие, тоже не буду скрывать. Но все-таки мы радуемся за наши коллеги. И, надеюсь, они радуются за нас, когда мы побеждаем. Какого-то универсального рецепта нет, конечно. Если бы он был, нам бы было всем гораздо проще работать. Поэтому все приходится, что-то приходится делать интуитивно. Где-то ошибаться, где-то наоборот находить правильные решения, где-то корректировать по ходу. Это жизнь. На сцену подымаются те, кто делом своего творческого пути выбрал работу с информацией. Заветную статуэтку получили 21 человек. В завершении форума участники отправились в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», где почтили память защитников и павших, а также возложили цветы к вечному огню. В Брестском горе-сполкоме прошла рабочая встреча, на которой обсуждали текущее положение дел в убыточных предприятиях города, а также пути по выходу из сложившейся ситуации. Вместе с тем, по итогам первого квартала наметилась положительная тенденция. Количество убыточных компаний снизилось с 65 до 56 единиц. Радует и то, что большинство предприятий Бреста по-прежнему прибыльны и успешны. Среди них вот уже на протяжении 25 лет резидент свободной экономической зоны общества с ограниченной ответственностью «Вегас», где производят качественные ортопедические матрасы и товары для сна. Предприятию удается занимать свою нишу и оставаться одним из известных брендов страны. В чем секреты успеха «Вегаса» и на что делают ставку производители сегодня? Все подробности в следующем материале программы. Компания «Вегас» была основана в 1997 году как один из резидентов свободной экономической зоны Брест. Вот уже 25 лет здесь изготавливают высококачественные ортопедические матрасы и товары для сна и добились немалых успехов. Ведь только за первые пять лет работы известному лишь Беларуси бренду удалось выйти за пределы республики, покорив рынки ближнего и дальнего зарубежья. Главным стимулом к постоянному развитию является стремление удовлетворить потребности наших клиентов. Мы постоянно разрабатываем новые модели матрасов, отрабатываем технологию производства. 2006 год стал мощным этапом развития. В это время происходит переезд на новую производственную базу, закупка швейного, стегального оборудования, установка современных машин для резки материалов. А с прессовкой упаковка матраса в вакуум значительно упростила процесс их транспортировки и сократила расходы на перевозку. В приоритете импортозамещение. Важным этапом на этом пути стал запуск линий по производству пружинных блоков. Сегодня процесс настолько отлажен и автоматизирован, что готовый матрас сходит с конвейера каждую минуту. Мы находимся в ЦИКУ УШЕ. Здесь у нас имеется многопункциональное оборудование стегальное, которое используется для премиум-сегмента для изготовления крышек. Данное оборудование позволяет нам для определенных коллекций создавать свои рисунки. Важно и то, что все материалы, используемые в производстве от самой ткани до нити и пуговиц, безвредны и нетоксичны. Главная цель нашего предприятия – это качество изделий. Поэтому мы подбираем всегда безопасные материалы для склейки наших изделий. Например, для склейки матрасов мы используем клей с сертификатом качества ОИКОТЕКС. Это международное сертифицирование качества материалов и сырья, которое обеспечивает гарантию безопасности конечному потребителю. И, конечно, главным приоритетом являются люди. Предприятие постоянно развивает технологии, чтобы упростить их труд и автоматизировать процесс производства. Только представьте, что ранее работникам сборочного цеха приходилось вручную переносить и переворачивать заготовки матрасов весом от 25 килограммов каждый, а в день это более 900 единиц. Сегодня эту работу выполняют конвейерная лента и подъемный стол. Сегодня производственная компания «Вегас» – это не только известный далеко за пределами бренд и производитель товаров для сна, но и стабильное место работы для 250 брещан. Кроме этого, брещане знают и ценят матрасы и продукцию для сна предприятия «Вегас». Ведь потребитель, как известно, всегда голосует рублем. И, как и прежде, отдаёт приоритет качеству и безопасности. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Налоговая политика нашего государства претерпевает трансформации, которые порой не совсем понятны представителям бизнеса. Но следует знать, что все нововведения преследуют одну цель – это борьба с теневым сектором экономики. Работа в этом направлении необходима для создания справедливых конкурентных условий для ведения бизнеса. С этой целью усиливается администрирование доходов, внедряются новые информационные технологии, формируется единое информационное пространство администрирования. С 1 июля в силу вступают нововведения для тех, кто занимается ремесленной деятельностью и деятельностью в сфере агроэкотуризма. Для того, чтобы подтвердить свой статус ремесленника, физическим лицам необходимо обратиться в местные исполкомы, где специализированная комиссия решит, подходит ли деятельность под данную категорию. Все те, кто не подтвердит статус, могут перейти на новую форму работы – налог на профессиональный доход. Для того, чтобы объяснить нововведения, специалисты налоговых служб встречаются с ремесленниками. Евгения Мороз разбиралась в нюансах. Смотрите сюжет. Вместо встреч ремесленников и специалистов налоговой службы торговый объект «Скармница». Именно здесь мастера имеют возможность реализовывать свои товары, произведения и поделки, которые создают. Ремесленники также принимают участие в ярмарках и выставках-продажах. Для некоторых из них свое дело – основной источник дохода, для кого-то – сопутствующий. Для того, чтобы разъяснить новшества, которые выступают в силу, к ним пришли представители налоговой службы. Среди этих изменений – график и сумма платежей ремесленного сбора. С 1 января он выплачивается не единожды в год, а за каждый месяц в размере 6 рублей. Все субъекты, ремесленники, которые желают либо продолжить уплату этого ремесленного сбора, они обязаны до 1 июля получить статус ремесленника официально на комиссии, которая создана в горизполкоме. То есть они обращаются в администрацию по месту регистрации своего места жительства, подают соответствующие формы заявления, где потом комиссия рассмотрит и примет решение подтверждить статус ремесленника или нет. Мы, как налоговый орган, уже потом получим готовые списки, где мы тоже отследим, и непосредственно это количество ремесленников уже будет на основании решений комиссии. Вопросы дальнейшего взаимодействия ремесленников и торговых объектов, налоговый статус до достижения суммы исчисления налога и многие другие вопросы интересовали мастеров. Диалог получился оживленным. Ремесленной деятельностью я занимаюсь более пяти лет. Я изготавливаю деревянные сувениры. И я довольна своей работой. Мне она нравится. Это своего рода хобби. Но в настоящее время нововведения будут в сфере ремесленной деятельности. И, конечно, у нас вопросы такие возникают. Как на законных основаниях ее производить в дальнейшем? Ремесленником я зарегистрирована очень давно. Официально я работаю уже 10 лет. До этого всю свою жизнь я занималась ремеслом, потому что семья моя, скажем так, с руками. И каждый владел каким-то ремеслом. Сейчас то, что происходит в изменениях для ремесленников, очень волнительно, тревожно, потому что с этим связано мое будущее, можно так сказать. Наработан определенный опыт. Не хочется терять своих и навыков, и возможностей, и возможности заработать себе на жизнь тем, что ты умеешь и делаешь это лучше, чем другие, например. То есть я знаю точно, что то, что умею я, не все повторят. Поэтому очень надеюсь на положительное решение комиссии о том, что я все-таки ремесленник, мне хотелось бы остаться в этом статусе. Те самозанятые статус ремесленника, для которых не подтвердит комиссия, с 1 июля смогут платить налог на профессиональный доход. При выборе такой системы налогообложения платильщику необходимо скачать специализированное приложение. Есть и право вычета в размере 2000 рублей. Налог автоматически будет считаться в этой системе, в мобильном приложении, но после того, как уже его доход превысит 2000. Поэтому спокойно ремесленник работает, нарабатывает, а налог будет исчисляться по истечении, перевышении суммы 2000. Налог будет уплачиваться с разницей, допустим, 2100, с разницей со 100 рублей автоматически система начислит налог. Налог начисляется по окончании месяца до 10 числа, а налог уплачивается до 22 числа, следующего месяца по окончании этого месяца. То, что касается налога на профессиональный доход, то в него уже включены обязательные сборы в фонд социальной защиты. Тема следующего материала всегда была сложной и вызывала немало дискуссий, в которых участвовали представители медицинской сферы, церкви, общественные деятели. Это искусственное прерывание беременности. Оно разрешено не везде, только в каждой пятой стране мира, и наше государство также в этом списке. Наряду с этим в Беларуси существует концепция демографической безопасности, главной задачей которой является последовательное увеличение рождаемости. Был принят целый комплекс мер, благодаря которому детей стало рождаться больше. С другой стороны, счет абортов в Беларуси ежегодно идет на тысячи. Рожать или не рожать? Ответ на этот вопрос точно знают инициаторы открытия первого в Брестской области кабинета предабортного консультирования, который благодаря главному управлению по здравоохранению Брестского облсполкома и Брестской епархии появился на базе пятой поликлиники города. Формирование уникальной личности начинается уже после слияния ядер мужской и женской половых клеток. На 18-20 день жизни происходит образование мозга и нервной системы. Начинает биться крохотное сердечко нового человека, но при этом до 12-й недели женщина в Беларуси по собственной воле и на законных основаниях может сделать аборт. Самая величайшая ценность – это ценность жизни человека здесь на земле. И сегодня мы с вами в разном день защиты детей. И всегда говорят о том, что необходимо защищать детей от чего-то, от каких-то внешних факторов, от агрессии, от насилия. Но когда мы говорим о детях, мы говорим как уже о родившихся и сформировавшихся. Но самое важное – указать на то, что жизнь человеческая, она зарождается в утробе матери, и ее уже надо защищать именно там. Потому что ребенок – это самое незащищенное существо, и ребенок, он не только не защищен, когда говорит так вот, вне утробы материнской, но зачастую бывает так, что в материнской утробе он подвержен наибольшему риску быть абортированным, то есть убитым. Именно поэтому по инициативе Главного управления по здравоохранению Брестского обл. полкома совместно с Брестской епархией Белорусской православной церкви в Международный день защиты детей на базе Брестской городской поликлиники номер 5 состоялось открытие первого в регионе кабинета предабортного консультирования. Изначально в стране у нас существует положение о предабортном консультировании. Сейчас перед абортами обязательно проводится предабортное консультирование, которое включает консультирование акушера-гинеколога и психологическое консультирование. В настоящий момент у нас в Брестской области на уровне 28% эффективность предабортного консультирования. То есть если 100 женщин придет, скажем так, на аборт, скажет, мы хотим сделать аборт, нам эта беременность нежелательна, то у нас 28 женщин все-таки принимают решение, я сказал бы, правильное, по сохранению беременности. Открывая вот такие кабинеты совместными усилиями, конечно, мы рассчитываем на повышение этого процента. То есть мы все равно для себя ставим цель 30, 33, 35 процентов, ну, хотелось бы, может, и 40, но хотя бы вот реальные цифры. В новом кабинете предусмотрено оказание всех видов психологической помощи женщинам, а также их семьям. Проведение предабортного консультирования, информирование о причинах возникновения психологических проблем, способах профилактики и их разрешения. Кабинет находится на первом этаже Брестской городской поликлиники номер 5 в отделении женской консультации. Попасть на консультацию можно по направлению врача, либо по предварительной телефонной записи. До этого помощь женщинам оказывалась во многих учреждениях города Бреста. Это поликлиники, психоневрологический диспансер. И в какой-то момент нужно переходить уже на новый уровень оказания помощи женщинам. Данный кабинет будет оказывать помощь не только по предабортному консультированию, но и тем женщинам беременным, которые уже родили, находятся в разных психологических состояниях. И помощь будет оказываться комплексно до родов, во время беременности. И после родов тоже женщина сталкивается с определенными проблемами. Также данный кабинет будет оказывать семейное консультирование парам, которые, возможно, хотят забеременеть, и это у них не получается, возникают конфликты. Также в этот кабинет могут обращаться и мужчины со своими женщинами по улаживанию психологических своих каких-то моментов, чтобы их семья расширялась, и им будет оказываться психологическая такая помощь. С 2015 года я вот перед открытием посмотрел, сколько сохранено беременностей. 3447 за весь период предабортного консультирования. Это вы, как понимаете, как город Телеханы, как Ружаны, как Давыд Городок. То есть мы сохранили в Брестской области совместными усилиями. Это и общественные организации, это акушеры-гинекологи, это психологи. Ребенок, который приходит в мир – уникальная личность, повторение которой быть не может. Глаза, голос, улыбка, маленькие ручки и ножки. Он – часть своих родителей, похож на них с самого рождения. Быть мамой – огромное счастье, но еще большая ответственность. Поэтому к материнству нужно относиться осознанно. Ведь именно от родителей зависит то, какими будут первые шаги – жизнь, будущее и судьба пока еще маленького и такого беззащитного человека. Оздоровление наших детей – образца 2023 года. Если говорить о процентной составляющей, то оздоровиться и отдохнуть в стационарных и пришкольных лагерях смогут порядка 35% ребятишек Брестской области. И этот показатель достаточно высокий. Всего в нашем регионе проживает около 198 тысяч детей от 6 до 18 лет. Для них с 1 июня уже работают 22 стационарных лагеря, а также лагеря при школах. В городе-спутнике Бреста-Жабинке в День защиты детей прошел настоящий праздник детства, приуроченный Году мира и созидания. А наши корреспонденты смогли еще узнать, как организована работа в районе в рамках оздоровления и чем удивят ребят в этом году. Евгения Мороз продолжит тему. Вот так подзадорные ритмы в Жабинке отмечают Международный День защиты детей. Большой праздник для ребят состоялся на центральной площади города. На сцене участники творческих вокальных и танцевальных коллективов, спортивных секций. Такой яркий и динамичный формат еще и праздник начала летних каникул. Дети – цветы жизни, мы любим детей. В принципе, для меня праздник – это самый любимый, наверное, потому что я очень люблю детей, с ними веселиться. Тем более тематика такая – защита детей, кто как не мы, взрослые, можем позаботиться о наших детях. И очередной раз напомнить населению о том, что это очень важный момент. Также для ребят подготовили выставку представители госавтоинспекции, департамента охраны и газовой службы. Ребята могли не только познакомиться со специализированной техникой, но и примерить на себя профессиональную амуницию или познакомиться со служебной собакой. Какие планы на лето и какое настроение? Настроение очень веселое. Планы на лето? Поедем. Поедем на озеро. Для того, чтобы ребята могли провести это лето насыщенно в городе и в районе, осуществляется система оздоровления. Всего планируется оздоровить порядка 1050 детей на базе 13 учреждений образования района. На базе второй школы и третьей школы у нас будут профили военно-патриотической направленности. На базе первой школы у нас будет смена МЧС, отряд МЧС. Возраст у нас ребят от 6 до 17 лет. Они хорошо откликаются. В этом году проблем с набором детей не было, желающих много. Все они в этом заинтересованы. По прошлогодним опытам им интересно, хорошо, комфортно. Мы рады предоставить им эти все условия. Для учащихся в учреждениях образования организованы две формы оздоровления. Это дневной и круглосуточный лагеря. В средней школе номер один Жабинки за все смены планируют принять свыше 260 ребят. На оздоровление в дневной лагерь «Радуга» примут 156 учащихся первых и четвертых классов. В круглосуточный лагерь гражданской патриотической направленности «Селач» придут 83 ребенка. Третья форма работы – лагерь труда и отдыха для 25 старшеклассников. Желающих было больше, чем наше учреждение может принять. Было много желающих в дневной лагерь и в круглосуточный лагерь. Это, наверное, сложилось с тем, что три года назад, для того, чтобы себя прорекламировать, мы создали страничку в Инстаграм. Существует у нас страничка в Инстаграм лагеря «Радуга». И все мероприятия, которые проходят в течение дня, сразу же старшие воспитатели демонстрируют на этих страничках. И родители видят, что дети не просто приходят в школу, а у них каждая минутка расписана, детям интересно. При этом у каждой смены есть своя изюминка. Тематика предыдущих смен круглосуточного лагеря была связана с гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием. Тема этого года – «Собери жабинку в своем сердце», где ребята первой смены будут посещать организации и предприятия района. Вторая смена же будет сотрудничать с районом МЧС. Своя программа и для воспитанников дневного лагеря «Радуга». В дневном лагере у нас в основном ребята – это начальные школы, поэтому каждый день он будет носить определенную какую-то тематику и какое-то направление. Конечно, в дневном лагере 18 дней, больше возможностей провести, больше мероприятий, поэтому мероприятия будут различной направленности. Гражданско-патриотическая и физкультурно-оздоровительная работа, экологическое воспитание. И дальше у нас уже отработана система, мы на базе лагерей организовываем и объединение по интересам. Говорят, что лето – это маленькая жизнь, особенно сильно это ощущается в детстве. Так что ребят ожидают увлекательные каникулы и возможность не только отдохнуть, но и узнать что-то новое. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще. Если понимаешь, как и что происходит, мы встретимся снова уже на грядущей неделе. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте 54-63-67. Ну а мне остается только добавить, это было ваше телевидение, семейный канал БУК-ТВ. Я Виталий Матюшин, говорю вам до встречи и, как всегда, желаю мира и стабильности. Здоровья и добрых новостей в ваших домах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова